Если нет желания ставить крупные цели в жизни, у большинства людей, я смотрю на вашу фотографию, я знаю, что вам не хочется уже крупных целей, вы не верите в них. Какие крупные цели нужны человеку? Человек думает, что ему нужны крупные цели, а у Бога другие задачи на вас. Человек говорит, я хочу богатым, независимым. Зачем? Будьте зависимы и небогаты, но живите с таким человеком, который вас будет обожать, обцеловать и как на Бога молиться вот так. С утра до ночи говорит, ты моя Ириночка, ты моя счастье, ты мое золото. И дети, чтобы были такие счастливые, и наша мама, ты наш котик, ты наше солнышко, ты наш зайчик. И чтобы все вокруг вас обожали, и чтобы никто не трогал. Хотите медитациями занимайтесь, хотите там вышивайте, хотите еще что-то. Небольшой доход, небольшие там задачи, на свет хватает на еду, хватает на жизнь, хватает и рядом тот, кто вас обожает. Что это, лучше или хуже, чем я сегодня видел, на Мерседесах приехали, кстати я тоже, на Мерседесах приехали и зашли, знаете, там, Роликсы, я не знаю, там, Гуччи, Балансиага, там, и так далее. И, там, сумочки Диоры по 6 тысяч долларов, и кошельки за 3, за 5, и свитера по 8 или там по 10 тысяч долларов. И, это же все видно, знаете, и при этом, такая ненависть друг к другу, такой, знаете, миллиарды, а любви таныет. Да лучше жить в собачьей будке, но в тепле, даже ожидая, что там плохо, зато здоровым и рядом с человеком, который тебя обожает. У меня такие знакомые были в Харьковской области, не знаю сейчас, какова их судьба. И им было под 60 лет, я приехал, они в деревне были, и вот она идет по огороду, а он сидит, на нее смотрит, и в глазах его я вижу восхищение. Я говорю, сколько вы живете? Она полная такая женщина, светловолосая, крупненькая, а он худочавый такой, его Георгий, а ее Ирина, по-моему. И вот говорит она, она там, я сейчас огурцов, сейчас помидоры, и она побежала на этот огород, такая же попастенькая. И принесла целый, такая смешная, выбежала с этим, с этими огурцами, и вот он на нее смотрит, он на нее смотрел, как на женщину, которую он хочет и обожает. Я говорю, сколько вы вместе живете? Он говорит, мы вместе живем уже 30 сколько-то там лет, нашим детям уже там по 30 лет. Это у нас не первые браки. И я говорю, ну и как? Ну, говорит, денег не заработали, но очень счастливы. И у них это счастье, потому что я знаю, что я бы, будучи на их месте, не поменял бы их задачи на богатство и независимость. У них прекрасная судьба, и в этой судьбе у них много счастья. Бывают такие люди, которые счастливы, даже не имея независимости и не имея богатства. Это люди, которые нашли друг друга, нашли уважение, нашли любовь, нашли тепло. У которых есть милосердие, любовь, уважение, которые друг другу не хамят. Ну, как-то совпали такими вибрациями, знаете. У которых там нет завихрений, никто никому ничего не доказывает. Друг друга уважают, у каждого есть свободное время, есть свободное время. И так каждый, знаете, люди, омраченные своими эмоциями, доказательством тому, кто главный, или кто красивее, или там кто, что кому должен, или кто кому обязан, забывают жить и забывают наслаждаться тем, что они вместе. Так, забывая наслаждаться, требуют чего-то. Знаете, может просто жить. Просто жить, просто жить, просто жить, это очень хорошо. Когда там можно посмотреть, ну и у человека бывает плохое настроение, бывает, у человека бывает давление, бывает, у человека может там попа болеть, да может, что хочешь болеть. У человека бывает там месячный, у человека бывает аденома, у человека простатит, бывает, у человека головная боль, бывает, зубная гипертония, позвоночник болит, сустав болит, все взрослеем, новостей, это же человек даже грубить может. ничего страшного дети тоже иногда плачут это ж не значит что нужно там обижаться по 8 по 10 месяцев ненавидеть жизнь так устроена нужно быть вот в таких семьях когда вот такие люди интеллигентные теплые друг друга обожающие ухаживающие друг за другом это большое счастье кто кто скажите мне кто проклял этих людей почему сейчас такое большое количество людей огорченно ненавидящих кто вас проклял почему люди начали так материться с чего вдруг что дает возможность употребления матов нужно и не нужно в любви просто так молодежь зачем это зачем так хамить друг другу зачем хамить ты хоть зачем мир прекрасен в уважении это как цветок смотришь на цветок так какого хрена и затоптал боже мой будьте добрее достоевский когда-то сказал что любовь спасет мир он сказал красота спасет мир потом кто-то сказал доброта спасет мир нет нет потом кто-то любовь спасет мир иисус христос сказал красота спасет мир достоевский Вот Дуйко утверждает, доброта этот мир 100% спасет.